Добрый вечер, 21.00, время Киевское, время главных новостей дня. Это программа «Наше время» и в этом выпуске важно знать о таком. Израиль официально перешел в состояние войны. Боевики Хамас все еще на территории страны. Сахал продолжает ликвидировать их базы. Подробности о тяжелых боях. Идут боевые и героические сражения за спасение заложников. Под огнем российских оккупационных войск – жилые кварталы Херсона. Повреждены дома, машины, инфраструктура. Травмы получили 11 человек. Все подробности ночной террористической атаки на гражданское население. Здесь было дерево. Снимите его тоже. Вон у меня остался пень какой большой. Пень спас. Там было дерево. Орех был громадный. Волну немножко принял на себя. Более 2 тысяч человек погибли. Еще 9 тысяч получили ранения в результате мощного землетрясения в Афганистане. Поиск выживших под завалами продолжается. В Запорожье открылся центр протезирования для гражданских и военных. Как восстанавливаются пострадавшие от войны украинские герои. В результате военных действий в Израиле погибли более 700 человек. Среди них граждане Украины и Соединенных Штатов. Наибольшее количество жертв, как сообщают местные СМИ, обнаружили в районе, где проходил музыкальный фестиваль. Там спасатели нашли более 200 тел. В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил о гибели двух гражданок Украины. Обе женщины, по словам представителя украинского ведомства, долгое время проживали в Израиле. И тем временем армия обороны Израиля продолжает защищать территории от террористов Хамаса. Подробнее о ситуации в материале наших коллег. Израиль официально перешел в состояние войны. Военно-политический кабинет страны поддержал введение пункта 40 Алиф. Это означает объявление войны. Этот пункт не вводили в государстве с 1973 года. Он предоставляет полную свободу действий военным, оставляя необходимость армии докладывать политическому руководству страны. У нас есть цели на ближайшие 12 часов положить конец боевикам, взять их под контроль и уничтожить всех террористов на нашей территории. Ричард Хехт, представитель армии обороны Израиля. В воскресенье утром Цахал нанес артиллерийские удары по Ливану после того, как ливанская террористическая группировка Хезбала присоединилась к террористическим силам и обстреляла север Израиля. В то же время Цахал продолжил ликвидировать базы боевиков с воздуха в восьми районах сектора Газа. Силы Цахала действовали всю ночь напролет, чтобы обеспечить безопасность территории вокруг Газы, убивая террористов и захватывая все места боевых действий. Цахалу удалось обеспечить контроль над точками проникновения из сектора Газа на территорию Израиля. Оборонные войска убили на земле сотни террористов. Идут боевые и героические сражения за спасение заложников. В ходе боев некоторые командиры и солдаты пали в боях. Сотни террористов были убиты, десятки взяты в плен. Представители организации «Хамас» все еще находятся на территории Израиля. Известно о тяжелых боях. Люди слышали, как террористы проникли в дом, кричали по-арабски. Они пытались открыть две рубежища, но не смогли. Люди стояли и держали ручку, чтобы с другой стороны террористы не смогли ее открыть. Когда они обнаружили, что у них ничего не получилось, то просто облили бензином и подожгли дом. Главный редактор израильского издания «Детали» Эмиль Шлеймович в эфире «Фридом» сообщил об операции освобождения заложников. И главной целью был, несомненно, захват заложников. Или живых, или же тел. Я уверен, что боевики не ожидали, что удастся зайти в поселки, хозяйничать там. Цахау предполагает создать относительно широкую такую буферную зону за счет, опять же, территории сектора газа, чтобы в будущем осложнить подобные прорывы наземной границы. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что первый этап войны завершается уничтожением большей части боевиков и спасением заложников. То, что произошло, произошло в Израиле впервые. И я позабочусь, чтобы это не повторилось. За этим решением стоит все правительство. Цахау немедленно применит все свои силы, чтобы уничтожить возможности Хамаса. Мы уничтожим их и отомстим за этот черный день, который они навязали государству Израиль и его гражданам. Все места, где Хамас дислоцируется, скрываются и действуют в этом злом городе, мы превратим в остров-руин. Тем временем тысячи людей пытаются эвакуироваться из Израиля. Огромные очереди из желающих покинуть государство возникли в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Люди не могут улететь, потому что свободных мест на ближайшие рейсы нет. Совет безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание за закрытыми дверями по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает CNN. Сообещание Совбеза начнется в 22 часа по киевскому времени. Ожидается, что постоянный представитель Израиля в ООН Гила Дердан проведет брифинг для журналистов до заседания. Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Израилю. Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома. Президент США проинформировал премьер-министра Израиля об интенсивном дипломатическом взаимодействии, предпринятом Соединенными Штатами за последние 24 часа в поддержку страны. Байден также сообщил, что дополнительная помощь для армии обороны Израиля сейчас направляется в государство, и в ближайшие дни ее последует еще больше. Лидеры также обсудили текущие усилия, чтобы враги Израиля не считали, что они могут или должны извлекать выгоду из нынешней ситуации. После разговора в Пентагоне сообщили об отправке военно-технической помощи Израилю, включающей в частности боеприпасы. Ну а также Соединенные Штаты Америки на фоне ситуации в Израиле направляют в восточную часть Средиземного моря свою авианосную группу. Об этом объявило Министерство обороны США. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкин заявил, что Соединенные Штаты предоставят помощь Израилю после попадания террористов, нападения террористов в Хамас. В то же время на сайте комитета сенаторов США появился документ, в котором определены правила для предоставления оборонных устройств в стране. Пакет включает в себя пополнение систем противоракетной обороны «Железный купол». Это массовая террористическая атака, в ходе которой расстреливают израильских мирных жителей в их городах, в их домах. И, как мы это наглядно видели, буквально перетаскивают людей через границу с сектором газа, в том числе переживших Холокост в инвалидной коляске женщин и детей. Вчера рано утром президент Байден разговаривал по телефону с премьер-министром Нетаньяху, чтобы заверить его в нашей полной поддержке. Я разговаривал по телефону с президентом Израиля, министром иностранных дел. Все правительство вовлечено в работу по всему региону и далеко за его пределами. Ничто не сможет оправдать действия палестинских боевиков Хамас, так заявил после телефонного разговора с премьер-министром Израиля канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он добавил, что Германия твердо и непоколебимо стоит на стороне Израиля перед лицом этого ужасного нападения. Мы глубоко шокированы новостями, которые пришли к нам из Израиля со вчерашнего дня. Сотни израильтян были убиты. Террористы выпустили тысячи ракет по Израилю из сектора Газа. В то же время тяжело вооруженные боевики вторглись в страну. Они вторглись в дома невинных мирных жителей. Без разбора убивали женщин, мужчин и детей и захватывали десятки заложников. Безопасность Израиля – это государственный интерес Германии. Мы надеемся, что силы безопасности смогут освободить все территории от террористов очень скоро. И чтобы было понятно, Израиль имеет право защищать себя от этих варварских нападений, защищать своих граждан и преследовать нападавших. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел телефонные разговоры с лидерами Джорджем Лони, Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Они выразили поддержку Израилю, сообщили в канцелярии главы правительства страны. Премьер-министр рассказал о ситуации в Израиле и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения. Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас очень важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле. Владимир Зеленский, президент Украины. В знак солидарности украинцев с народом Израиля, который борется за свою свободу, за свою страну против палестинских боевиков Хамас, на цифровых носителях рекламы в Киеве разместили флаги Израиля. Также он появился и на электронных информационных табло на больших перекрестках города. Подобную акцию провели и в Берлине и еще некоторые города Германии. В столице страны около двух тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот, чтобы протестовать против нападения палестинских боевиков Хамас на Израиль. Многие участники призвали прекратить поддержку выплат палестинцам на Ближнем Востоке. На плакатах, в частности, написано «Мир и безопасность Израиля. Никакой финансовой помощи террористам». Президент Польши Анджи Дуда заявил, что арабо-израильский конфликт идет на пользу России, потому что действия Хамас отвлекают внимание мира от агрессии против Украины. «Это, безусловно, способствует России и российской агрессии против Украины. Это отвлекает внимание мира». Анджей Дуда, президент Польши. Тем временем, третья международная встреча советников-лидеров государств для обсуждения формулы мира президента Украины Владимира Зеленского состоится в Турции в октябре. Об этом сообщило информационное агентство «Блумберг». Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка – это пятый пункт украинской формулы мира. Подробнее о нем расскажет Лариса Зубенко. «Блумберг» угубило собственную изоляцию, объявив о присоединении оккупированных российской армией украинских территорий. «Все, что Россия делала после 2014 года, то есть это так называемая аннексия Крыма, так называемое присоединение отдельных районов Донецкой и Луганской области, Харькова, Запорожья, все это не имеет никаких юридических последствий. То есть с точки зрения международного права Украина существует в границах 1991 года. Поэтому от России нам нет необходимости что-то получать, какие-то заверения, достаточно просто, чтобы она вышла с этих территорий и, что называется, по добру, по здорову отдала их Украине». На данный момент единственной эффективной стратегией является деоккупация захваченных Россией территорий, считают эксперты. Ведь призывы Генассамблеи ООН и других международных организаций вывести войска из Украины Федерация игнорирует. «У Украины нет другого пути, кроме как в порядке самозащиты, в порядке отражения агрессии соседнего государства восстановить свою территориальную целостность. Единственный механизм, который именно полноценно мог бы помочь в этой ситуации, это Совет безопасности ООН. Но, учитывая вето Российской Федерации, понятно, что все действия, любые решения, которые были бы направлены на восстановление территориальной целостности Украины и торжество международного права, они блокируются Российской Федерацией». Однако даже после выхода Вооруженных сил Украины на границе 1991 года в самой Российской Федерации есть риск возникновения реваншистских настроений, предупреждают аналитики. Для восстановления мирового порядка физической деоккупации недостаточно. После падения путинской диктатуры новая российская власть должна отказаться от этих территорий. Тогда войну можно будет считать оконченной. Возможно ли такая история с этим у Украины и России? В далекой перспективе да, но она возможна только в том случае, если сменится политический режим в Российской Федерации на режим, который, очевидно, будет признавать свою вину перед Украиной относительно начавшейся войны, выведет все свои войска с нашей территории и признает наши границы на уровень 1991 года и не будет иметь претензий к тому, чтобы возвращать эти территории снова. Восстановить территориальную целостность Украины и мир в регионе – приоритетная задача не только для Киева. Международные партнеры утверждают, готовы помогать столько, сколько потребуется. Что касается Украины, то непосредственным приоритетом является мир, но справедливый мир. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций является наиболее важной платформой для придания импульса для продвижения мирных усилий. Мы поддержали Украину перед военной агрессией и работаем ради справедливого мира. Мы хотим продолжать работать с Украиной, чтобы обеспечить широкую поддержку ее формулы мира со стороны как можно большего числа членов Организации Объединенных Наций. Пятый пункт формулы мира президента Зеленского предполагает не только восстановление территориальной целостности Украины, но и возобновление международного права без компромиссов с агрессором. Устав ООН не может действовать выборочно и по желанию, сказал в обращении к участникам саммита G7 глава украинского государства. Продолжаем международный обзор событий. В России египетский полицейский открыл огонь по израильским туристам в Средиземноморском городе Александрия, убив по меньшей мере двух израильтян и одного египтянина. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на МВД Египта и МИД Израиля. Во время визита группы израильских туристов в Египт, местный правоохранитель начал стрелять по ним, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид. Еще один израильтянин получил ранение средней степени тяжести. Сообщается, что подозреваемый в нападении был задержан. Сильное землетрясение в Афганистане. По меньшей мере, 2053 человека погибло, более 9 тысяч получили ранения. Трагедия случилась в ночь с субботы на воскресенье. Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах к северо-западу от города Герат, который считается культурной столицей страны. Произошло как минимум три мощных толчка. Поиск выживших под завалами продолжается. Между КНДР и Россией резко увеличилось количество железнодорожных перевозок после сентябрьской встречи Путина и Кин Чен Ина. Об этом сообщает проект Beyond Parallel, принадлежащий Американскому центру стратегических и международных исследований. В частности, аналитики отмечают спутниковые снимки железнодорожной станции в сервокорейском городе Туманган. На границе с Российской Федерацией, сделанной 5 октября, демонстрирует беспрецедентное количество грузовых вагонов – около 73. Такой уровень железнодорожного движения намного выше, чем тот, который Beyond Parallel наблюдал на объекте за последние пять лет, даже по сравнению с уровнем до COVID-19. Учитывая, что Ким и Путин обсудили на последнем саммите некоторые вопросы военного обмена и сотрудничества, резкое увеличение железнодорожных перевозок вероятно свидетельствуют о поставках Северной Кореи оружия и боеприпасов в Россию. Из статьи на сайте проекта Beyond Parallel. 11 раненых. Таков результат ночного удара российских оккупантов по Херсону. Среди пострадавших 10-месячный ребенок. Этой ночью войска Российской Федерации снова атаковали жилые кварталы города. Мишенями противника стали сразу несколько районов Херсона. Повреждены частные многоэтажные дома. Сгорело около десятка автомобилей. Все подробности знает Дарья Литовченко. Этой ночью Херсону снова было не до сна. Российские войска поливали огнем жилые кварталы города. Я не спала. Это сейчас удалось. Вот так вот было эти выстрелы. Но именно сильные уже были в два вот эти грады или что там было. С самого утра, невзирая на дождь, местные жители вместе с коммунальщиками ликвидируют последствия обстрела, убирают стекла и забивают окна фанерой. Среди мусора под грудой стекла осколки российских снарядов. Один из них попал прямо в квартиру на третьем этаже. В результате удара получила ранение 10-месячная Эмилия и ее родители. На ноги ожоги, на спине несколько, волос много, возможно, на голове есть какая-то рана. Куча была стекла. Не знаю, сколько стекла у меня высыпалось из головы. Главное, что живы. Мы спали, почувствовали сразу вибрацию, потом взрыв. Ничего не видно. Мы сразу одеяло накинули на Эмилию, с собой ее закрыли. Она испугалась, очень плакала. Пыль поднялась, ничего не видно. Дальше бахает. Муж Дианы, Дмитрий разбирает завалы обрушенного балкона, место попадания российского града. Эта арендованная квартира была временным жильем. Молодой семье удалось выбраться с левого, оккупированного россиянами берега Днепра и начать в Херсоне новую жизнь. Здесь, в уже освобожденном городе, и родилась Эмилия. Но российская армия снова изменила все планы. Сам момент прилета – это такой хлопок. Все в пыли, что-то горячее. Понимая, что это было уже, схватил ребенка, обнял. И первое, что сделал, это встал и побежал по стеклам, по горячим осколкам, сюда, в коридор. Когда приехала полиция, они посмотрели на это все и сказали, это чудо, не иначе. Они были в шоке от увиденного и в шоке от того, что это пережила обычная семья. Семья на время переберется к знакомым. После пережитого решили снова переезжать, временно выехать из-под обстрелов. Ночной удар повредил и соседскую квартиру. Еще здесь было дерево, снимите его тоже. Вон, видите, остался пень такой большой. А этот пень спас. Там было дерево, орех был громадный. Он волнуй немножко принял на себя. Этот дом уже не в первый раз попадает под обстрелы. Сергей выехал из своей квартиры несколько месяцев назад. Временно перебрался в другой район Херсона. По звонку соседей приехал наводить порядки, забивать поврежденный балкон. Говорит, за последние дни российская армия в несколько раз усилила обстрелы. Наверное, понимают, что пропадают, уходят, и поэтому, наверное, уже думают... Как вот говорят, знаете, как... Можно плохо сказать слово, похоже? Вот это они и сделали так, наверное, поэтому и стреляют. А так, в принципе, какой... Ну, не представляю. Так они же бьют по живым порталам, понимаете? Они же не бьют, как говорят, по инфраструктуре, как наши бьют. А лупят, пожалуйста, живые, думают, какой здесь, что здесь... Даже здесь, если даже ракета промазала, здесь просто даже целится не во что. Тут нет такого объекта, который бы их интересовал в северах инфраструктуры. Здесь только жилые дома. Этой ночью российские снаряды также попали в автостоянку неподалеку. Пять машин полностью сгорели, остальные посекло осколками. В целом ранения получили 11 мирных жителей, в их числе медик Красного Креста. Обстрелы освобожденного города российская армия не прекращает. В течение дня трижды ударили по пригороду Херсона. Ранены три пожилые женщины. В ходе последней атаки пострадала 11-летняя девочка. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. В населенном пункте, по данным областных властей, остаются около 75 тысяч человек. Министр обороны Украины Рустам Умеров посетил бахмутское направление. Он заслушал доклад командира группировки войск, ознакомился с ситуацией. На передовой пообщался с бойцами и наградил их государственными наградами. Об этом министр сообщил в Facebook. По словам Умерова, самыми горячими направлениями на фронте остаются бахмут и Клещиевка. Ну и подробнее о ситуации на фронте прямо сейчас в сводке генерального штаба ВСУ. Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, а также наносят российским оккупационным войскам потери в живой силе и технике и истощают армию РФ вдоль всей линии фронта, сообщает в вечерней сводке Генштаб вооруженных сил Украины. На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки, Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. Всего за прошедшие сутки на передовой произошло 33 боевых столкновения с россиянами. В частности, военные РФ пытаются помешать силам обороны Украины продвигаться на север от Бахмута. Российская армия бросает на этот участок свои резервы. Сейчас там, в районе Бахмута, продолжаются интенсивные боевые действия. Противник продолжает применять контрнаступательные подразделения на этом направлении, чтобы не дать нам развивать наше наступление, выйти на оперативное пространство и освободить этот фланг. Противник применяет все свои имеющиеся силы и резервы, поскольку понимает, что потеря этого фланга может обернуться для него достаточно разными последствиями. Илья Евлаш, начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ, в эфире марафона «Еды не новыны». Также российские оккупационные войска продолжают возводить оборонительные укрепления на подступах к Токмаку, на Мелитопольском направлении, готовятся к обороне города. Понимая, что оборона становится с каждым днем все более рыхлой, что украинские войска находятся в позиции, когда в любой момент возможны прорывы этой обороны в том или ином месте, понимая эту рыхлость обороны, конечно же, россияне сейчас будут заинтересованы, чтобы использовать все имеющиеся, оставшиеся, если хотите, да, ресурсы для того, чтобы вот этими зубами, когтями попробовать остановить это давление украинских сил обороны. Общие потери российской армии с 24 февраля прошлого года уже превысили 282 тысячи человек. За сутки были уничтожены 580 военных, 21 танк, 17 артсистем и десятки другой техники россиян. Ни дня без тренировок. Украинские солдаты оттачивают боевые навыки, даже находясь на ротации. Причем учебные полигоны обустраивают недалеко от линии фронта, в областях, где проходит линия разграничения. Да, репортаж о подготовке бойцов далее в нашем сюжете. Взрывы, перестрелки, здесь все как на реальном поле боя, хотя это тренировочный полигон для бойцов украинской армии. У меня есть боевой опыт, полгода. Мы держали оборону в городе Бахмут. Сейчас держим оборону на том направлении. У меня достаточно опыта, но нам еще многое предстоит пройти. Знаний, как и опыта, много не бывает, уверен боец, поэтому учатся постоянно. Сегодняшняя тренировка похожа на большинство тренировок. Мы проходим определенный участок со стрельбой. Мы держим рубежи, пробегаем. Мы учимся и работаем с определенной техникой. Это будет важно и в бою. Солдаты шутят неприятно, когда приходится на учениях играть роль россиян, но к тренировкам относятся серьезно. Это тренировка, и лучше здесь больше попотеть, чем там. Я объясняю, что там не будет никакой перезагрузки или возможности начать сначала. Там все по-другому. Им лучше получить от меня здесь, чем получить от других там. Самое главное, делится инструктор, это научить бойцов, как защитить себя. Есть полоса через окопы. Есть открытая полоса. Есть полоса с препятствиями. Полоса со стрельбой, зачисткой окопов, блиндажей. Чтобы люди разбирались во всем по максимуму. Я не говорю, что они должны быть асы. Мы не готовим здесь олимпийских чемпионов. Мы готовим людей, чтобы они выжили и дали эффективный отпор врагу. Многие из этих бойцов действительно опытные. Имеют государственные награды от президента Украины, генштаба и командующего армией. С некоторыми из них мы совершенствуем практические навыки и порядок действий. С другими только начинаем проводить обучение. То есть вы видели личный состав, который прибыл три дня назад. А другие – это те, кто был раньше. Они выполняют боевые задачи. А в дни отдыха мы проводим с ними тренировки. Бойцы этого батальона отбивают захваченные оккупантами земли в Донецкой области. Учатся, совершенствуются и обещают остановиться только после выхода на украинские границы. В Запорожье открылся центр протезирования для гражданских и военных. Пациенты не только получают протезы, а также проходят полный курс до и после протезной реабилитации. В новом центре побывали и наши корреспонденты. Анастасия потеряла обе ноги в автомобильной аварии. На протезах уже 19 лет. Однако до сих пор вспоминает, как после лечения не просто давались первые шаги. Сначала было тяжело привыкать. Период был примерно полгода, когда я училась ходить на протезах. Сначала на костылях, потом с палочкой. Сейчас уже всё хорошо. Протезы регулярно нуждаются в техобслуживании. Поэтому за этой услугой Анастасия пришла в новый центр протезирования. В замке пружина ослабла. Сейчас заменим её и будет замок как новый. Алексей Яценко – протезист с трёхлетним стажем. С его изделиями пациенты могут не только ходить, но и заниматься спортом, водить машину. Каждая конструкция индивидуальна. Весь цикл изготовления происходит в мастерской центра, рассказывает Алексей. Это бедро, выше колена, ампутация. Делается такой гипсовый негатив, после чего он заливается гипсом. Затем гипсовую модель корректируют, чтобы она точно повторяла форму конечности. И уже по ней отливают элемент, к которому крепятся механические части протеза, рассказывает Алексей Яценко. Выбиваем гипс, складываем с модулями и уже даём человеку на обкатку. Обкатываем здесь и даём домой, чтобы он испытал его на пересечённой местности. Всё это время с пациентами работают физиотерапевты и психологи учреждения. Заново учат ходить, помогают вернуться к привычной жизни, рассказывает руководитель центра Наталья Рудич. Есть детки. У нас есть молодые и пожилые женщины, и есть мужчины. Есть ветераны, ребята, которые больше не вернутся на фронт. Протезирование для пациентов бесплатное. Все расходы взяло на себя государство. В центре помогут оформить необходимые медицинские документы. И для протезирования теперь не обязательно ехать за границу. Мы акцентируем внимание на том, что они могут остаться здесь, правильно оформить все документы, оформить инвалидность, пройти медико-социальную экспертную комиссию, пройти военно-лечебную комиссию, как это требует государство, и получить протез здесь, в нашей стране, точно такой же, какой бы они получили за границей. В центре планируют расширяться, закупить дополнительное оборудование и открыть школу протезистов, чтобы готовить новых специалистов. Воскресный день, насыщенный событиями, продолжается. Мы продолжаем следить за ними. Актуальные новости вы всегда можете узнать не только из прямых эфиров, но и в нашем телеграм-канале Freedom. Переходите по QR-коду на ваших экранах, подписывайтесь и будьте всегда в курсе главных событий в Украине и в мире. Ну а на этом главные новости дня сегодняшнего в программе «Наше время» подходят к концу. Далее анализировать эти события продолжат мои коллеги Денис Пахила, Лейла Мамедова в этой студии. Я вам говорю спасибо за доверие. Оставайтесь с Freedom. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин